на или какую вопрос хочешь ответить или любой я лучше всего выучила противогрибковые противогрибковые хорошо давай вроде как никто еще не отвечал противогрибковые препараты сначала расскажу про классификацию заболеваний противогрибковых заболеваний существует три основные группы первое это системные микозы то есть это кокцидоидомикоз бластомикоз и гистоплазмоз дальше это заболевания вызванные грибком рода кандида кандида альбиканс и третье это дерматомикозы онихомикоз трихофитии микроспории дальше классификации противогрибковых средств в основном это две группы это антибиотики и системные лекарственные средства системные препараты в класс антибиотиков входят полиэновые антибиотики то есть это один вид и второй вид грязев и львин полиэновые антибиотики это такие антибиотики которых структурная формула состоит из лактонного кольца лактонное кольцо и лактонное кольцо является более ненасыщенным их принцип действия сейчас сначала скажу представители полиэновые антибиотики здесь видно полиэновые антибиотики основные три препарата это амфотерицин b нестатин и ливарин амфотерицин b применяется при тяжелых формах системных микозов и применяется в основном стационарно так как он не всасывается через желудочно-кишечный тракт применяется стационарно в виде капельницы которая капается 46 часов также этот препарат является очень токсичным он то есть него гепатотоксичность токсичное влияние на печень нейротоксичность головная боль и головокружение нефротоксичность влияние на почки также вызывает в результате этого гипокаллиния и гипомагнимия побочные эффекты это аллергические реакции почечная недостаточность печеночная недостаточность противопоказания это беременность заболевание почек печени гризиофольвин применяется в основном при дерматомикозах внутрь применяется таблет таблетка в течение 2-6 недель если это дерматомикоз кожи и волос а также если это дерматомикоз ногтей применяется в течение 6 или 12 месяцев он по химической структуре отличается от полиэновых антибиотиков поэтому его выявили как отдельную группу он в основном накапливается в кератин содержащих тканях это кожа волосы и ногти то есть у нас кожа синтезируется кератин кожи и ее производных синтезируется кератин который уже содержит в себе гризиофолин если мы начали лечение соответственно у тех клеток которые уже синтезировали кератин еще может расти грибок и на эти кератин содержащие клетки которые уже существуют гризиофолин никак не повлияет пока они сами ну не умрут эти клетки поэтому препарат так долго применяется и вначале он обладает только бактериостатическим действием то есть он подавляет синтез грибковых клеток во время производства во время производства кератина побочные действия это головокружение аллергические реакции диспепсия дальше не стать им и а пропали и на вы антибиотики забыла рассказать про не статью или варит в основном они применяются местно как суппозитории или свечи вагинальные например при вагинальном кандидозе они не всасываются через желудочно-кишечный тракт синтетические средства отдельная группа делятся на классы это производные имидазолы производные триазол сначала про них расскажу затем про остальные производные производные имидазолы это кетоконазол 3 клатримозол эконозол и миконозол производные Данные лекарственные препараты обладают широким спектром действия. Они ингибируют синтез фермента, который необходим для синтеза эргостерина. То есть у нас в организме есть архидонные кислоты. Который необходим для синтеза эргостерина. Таким образом у нас нарушается синтез эргостерина, который является компонентом клеточной стенки грибков. В результате чего нарушается синтез клеточной стенки. То есть эти препараты обладают бактериостатическим действием. Затем у нас в результате того, что из скволена, то есть архидоновой кислоты, не накапливается, не синтезируется эргостерин. Эта архидоновая кислота накапливается и действует как фунгицидное действие. Оказывает фунгицидное действие. То есть в малых дозах статическое действие, в больших дозах фунгицидное действие. Особенности каждого препарата, это если взять кетоконазол, он является очень токсичным. Также побочные действия его подавления синтеза стероидных гормонов, женских и мужских. Клотримозол и эконазол применяются только местно. То есть таблетизма ванных форм не существует. Только мази, кремы применяются при дерматомикозах. Эконазол применяется как внутрь, так и внутривенно, так и наружно. Побочные эффекты являются дисбепсия и аллергия. Флуконазол, это флюкостат и дифлюкан. Применяются при лечении кандидоза. Обычно у женщин это молочница. При кандидозе влагалища и либо кандидоз ротовой полости. Применяется в виде одной капсулы разово. То есть одна капсула содержит 150 миллиграмм флуконазола. Применяется при лечении системных микозов. Он достаточно хорошо всасывается. У него высокая биодоступность. 90% побочные эффекты. Это тошнота, дисбепсия, рвота и аллергические реакции головокружения. Также производные триазола это итраконазол. Флуконазол также относится к производным триазолам. Итраконазол применяется при системных микозах. Также внутрь. Кобочные эффекты. Это аллергия, дисбепсия. Точная тару. Верно. Это микоз. То есть это у них микоз. Фития лишай разноцветная. Применяется наружу в виде мази или крема. Данный препарат является ингибитором фермента скваленной пакстеридазы, которая также необходима для синтеза из сквалена эргостерина. То есть эффект также бактериостатический в результате подавления фитозо-компонента клеточной стенки, то есть эргостерина. Тербинофин. Нежелательные эффекты, которые возникают при применении тербинофина наружно, это зуд, жжение, покраснение, аллергические реакции. Побочные эффекты, это вот... Следующая группа... Побочная группа... Хэм... Удачи! Только я ничего не скажу, да? Нет, Гушат, это все так, но пожалуйста, не старайся. Ничего дополнительного не говорить, чтобы не стало еще хуже. Да. Ну вот, я так понимаю, что стало еще хуже, и поэтому я думаю на это хватит. Нейля тоже вроде бы неплохо, 100 баллов, молодец. Кто следующий? Кто еще не отвечал? Да. Давайте, времени осталось совсем мало. Нейля, если хочешь, можешь продолжить, но там, похоже, у тебя связь оборвалась, и тебя практически не слышно. Она уже все ушла. Кто хочет, ответит следующий. Передайте на Ире, что 100 баллов я тоже ставлю, и что пускай не беспокоится, не нужно переподключаться, потому что, скорее всего, не получится. Давайте я. Решать. Какой вопрос хочешь ответить? Противомалярийные средства. Хорошо, давай отвечай. Противомалярийные. Я много что не слышала, что вы говорили. А то я боюсь, что... Ну, пойдем нормально пока. То есть, выделять четыре вида плазмодиев. Это возбудитель тропической малярии, трехдневная малярия и четырехдневная. И из-за этого выделяются лекарственные средства, которые можно разделить на лечение эритроцитарной малярии. Можно спросить? Индивидуальная химиопрофилактика есть и общие химиопрофилактические средства. Можно спросить? Да, Гуша. А меня вообще слышно было? Да, но в самом конце стало плохо. И мы решили, что ты не сможешь отучиться и решили продолжить без тебя. Вот поэтому сто баллов я тебе ставлю, молодец. Так вы бы сказали, что... Просто у меня телефон устал, он перезагрузился, точнее устал, завис. Ничего страшного, в принципе, ты очень хорошо отвечала и поэтому все хорошо, ладно? Не переживай. Ладно, извините, все. Не за что извиняться, если телефон зависит. Такое у всех бывает и поэтому ничего страшного. Просто тяжелая программа. Да, я знаю об этом. Так часто бывает, у меня у самого так было и поэтому я все понимаю. Угу. Все хорошо. Гуша, продолжай, пожалуйста. То есть, по механизму действия делят лекарственные средства, которые нарушают метаболизм. К ним относятся хлорохин, хинин, мифлохин, артезин, артемизин. Лекарственные средства, которые ингибируют транспорт электролитов в митохондриях, это примахин и атоваквон. А еще по механизму действия, которые ингибируют трансляцию белка. Доксисицелин, тетрациклин и клиндомицин, то есть это антибиотики. И четвертое, это блокирующие метаболизм фолатов. Это сифониламиды и перацетамин. Хлорохин. Он эффективен в отношении всех плазмодиях. Хорошо проникает в пищеварительную эвакуаль паразита и вследствие этого происходит гибель паразита. Плазмодия. Выделяется он с мочой. Противопоказан при псориазе, немалярийных поражениях в печени и системе крови и заболевания, ЦНС, беременности, лактации, дефиците глюкозы 6-фосфатогидрогеназы. Его используют для профилактики малярии. Также используют как противовоспалительные и иммуномоделирующие лекарственные средства при ревматоиде. Для лечения ревматических заболеваний. Он в высоких дозах возможен. То есть это побочки высоких дозах. Это дерматит, психоз, судороги. Дальше это мифлохин. Препарат, его применяют профилактическую целью. То есть он нарушает метаболизм, плазмодиев, возможно, тошнота, нарушение проводимости, то есть бардикардия, психоневиологические расстройства, возможно, тревога, бессонница, депрессия. Следующий препарат это артемизин. Он растительного происхождения. При помощи артемизина происходит быстрое снижение количества возбудителей в крови, больных малярией и исчезновение клинических симптомов. Следующий это примахин. Он ингибирует транспорт электронов. Его применяют для профилактики рецидивов малярии и для эрадикации печеночных гипнозов. Для печеночных малярии. Нет. То есть для профилактики малярии, вызванных с видами, то есть возбудителей трехдневного малярии. Он вызывает расстройство ЖКТ, нельзя при беременности, возможно, нейропения, гипертензия и неврологические нарушения. Следующий это АТО ВАКВОН. Он у нас по механизму тоже ингибирует транспорт электронов. Нарушает синтез перимедина и предотвращает репликацию ДНК плазмодиев. По бочке со стороны ЖКТ и, возможно, СЭИП. Возможно еще применение как в комбинации с другими противомалярийными препаратами. То есть АТО ВАКАН можно использовать с лечебной солю и для индивидуальной химиопрофилактики. Тетрациклины, доцесоклины, клиндомицин, они нарушают трансляцию белка. То есть это уж мы как, если я правильно поняла, там уж побочки как то, что мы проходили в антибиотиках. Правильно же? Да, все верно. Расскажи, пожалуйста, про жизненный цикл малярийного плазмодиев. Так, есть стадия эритроцитарная. Форма? Форма. Вот это же, да? Да, форма эритроцитарная. Там, по-моему, гемошизотропные могут быть, гистол, то есть они могут быть в крови, в тканях или нет? Да, 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 это. Гистол. Гамин. Ну, то есть вот гемо-шизотропные могут быть, гистол-шизотропные. Гульшат, а в организме человека происходит половое или бесполое размножение? Половое. А в организме комара? Нет, именно вот в организме комара там половое, а потом у человека бесполое. Бесполое. Хорошо. Какие симптомы малярии называют, возможно, у человека? Ну, то есть со стороны печени возможной, то есть это не по бочке, а вот вследствие. Нет, как малярия, какие симптомы заболевания? Как пациент узнает, что у него малярия? Ликопин. То есть в крови там, ну то есть усталость, ну то есть сил нет, наверное, скорее всего, мне кажется, потому что он же в крови может быть. А что происходит? В крови. Температура, наверное, повышается. Да, температура, тошнота, озноб. А почему повышается температура? Температура, лихорадка. Ну это и есть лихорадка. Ну да. Да. Ну то есть происходит воспаление, ну то есть попадает чужеродный организм в человек, ну не организм это как получается. Ну плазмодий, да, чужеродный, но он иммунная система не воспринимается при первичном заражении. Почему? Не воспринимается. Да. Плазмодий это какой паразит? Внутриклеточный или внеклеточный? Внутриклеточный. Внутри, наверное. Внутри? А в каких клетках? Ну смотрите, он же в крови, значит. Ну в крови в каких клетках крови? Веритрецепт. Хорошо, букваритрецепт. Ладно, вроде тоже неплохо, Кушат. Ты на канал подписана? Ну мне уведомления приходят, это означает, что я подписан, да, я что-то не в курсе, я не разбираюсь в ютубе. Ну если уведомления не приходят, значит подписан, тогда я тебе тоже 100 баллов ставлю, молодец. Про жизненный цикл комаров. Да, у меня плохо с этим. Это на самом деле курс биологии десятый раз, что ли, школьный. Ладно, кто следующий? Я, Искандер Хабибуллин. Так, Искандер. Меня хорошо слышно? Да, да. Тетрациклины? Хорошо. Да, тетрациклины. Простите, пожалуйста, у меня просто герпес вышел на губе, мне чуть-чуть тяжело разговаривать. Не страшно. Вообще герпес это не тетрациклины, а нужно было противовирусное, ну ладно. Как что вышло, то и рассказываешь. Противовирусное, мы уже разбирали, кажется, да? Вроде бы да, кто-то разбирал. Тетрациклины – это класс антибиотиков, имеющие эффекты, ну относящиеся к группам бактериостатическим, имеют широкий спектр действия. Они бывают… Искандер, а камеры нет? А? Камеры нет? Нет, у меня нет камеры. А я же видел, когда заходил ты там, что-то в шапке был, в шанке, нет? А потому что я перезаходил уже, я сейчас в компьютере сижу. А, ладно, хорошо. Бывают природные и полусинтетические. К природным относятся тетрациклины и оксид тетрациклины. К полусинтетическим относятся метациклин и доксициклин. Что касается спектродействия, то они действуют на грамм положительные бактерии, таким как стафилококки, стептококки, потом еще клипсиелы. Сейчас вспомню клипсиелы. На эширихе коле тоже действует и на… Можете подсказать? Не могу сейчас вспомнить. Ну, много на чего, на самом деле. Еще кроме… есть Рикетси… Да, Рикетси, Рикетси, точно. Рикетси… Также при брюцелезе используется холерия. А дальше что нужно рассказывать? Что-то я прям переволновался. Дальше механизм действия. Механизм действия, точно. Механизм действия, они, получается, ингибируют синтез микробных белков. Они, получается, встраиваются в транспортное РНК. Тем самым они… Может, транспортное только? Не в транспортное? Нет. Ну, получается, они нарушают в рибосомах синтез белка. Да, тем самым… Если рибосомах, значит, какую? Рибосомальные. Рибосомальные. Рибосомальные, логично. Да. А с какой субъединицей связывается? Вроде бы 30С субъединицей. Да, совершенно верно, 30. А какой этап угнетают? Какой этап? Да. Этап там связан с транспортным, как раз-таки. То есть, они не непосредственно с транспортным связываются, а связываются с микросомальным. Но угнетают с какой этап? Микросомальный. Транспортная РНК для чего нужна? Транспортная РНК, чтобы переносить из ядра в рибосому. Ну, и, как бы, какой процесс для этого необходимо делать, чтобы перенести в рибосому? Трансляция или как она называется? Ну, этот сам процесс полностью называется трансляция. Да, трансляция. А этап именно транспортной РНК что делает с рибосомой? Транспортная РНК что делает с рибосомой? Ну, если говорить по-простому, то транспортная РНК переносит на пептиды, на рибосому. Тем самым на рибосоме образуется рибосомальная РНК. Вроде бы, если я правильно понимаю. Ну, РНК там уже есть, рибосомальная. А транспортная РНК для того, чтобы перенести информацию, она что должна сделать с рибосомой? Ну, она, ну, должна перенести информацию, я уж не знаю, как сказать. Связаться, да? Да, да, да. Получается идет связывание. И связывание вот как раз таки нарушается. Да, 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 да. Ладно, дальше. Ну, тем самым, получается, идет нарушение синтеза клеточной стенки и при этом идет нарушение именно деления самих бактерий. Вот. Хорошо, дальше? А дальше что нужно? Дальше какие способы ведения есть? А, бывают способы ведения. Таблеточная форма, когда нужно проглатывать, это суп нелингвально, а спирорально. И получается местного действия. А как нужно принимать таблетки по отношению к пищи? Таблетки как нужно принимать? Таблетки нужно принимать вообще до еды. А сколько раз в день это получается? А почему? Максимально после. Возможно, если есть лидоиды, то выделяется кислота, тем самым идет разрушение. Нет, они кислоты устойчивые. А, кислоты устойчивые, точно. Кислоты устойчивые. Это связано с химической структурой. Какая химическая структура у тетрациклинов? Химическая структура? Вы на фармхимии проходили тетрациклинов? Ну, она имеет шестичленный цикл, насколько я помню. Один цикл? Шестичленный кольцо. Ну, если шестичленный, он цикл один? Цикл? Да. Да, один цикл. Один шестичленный? Да. Сматривает на цифалоспорины. А почему называется тетрациклины? Потому что тетра – это четыре, а цикл – это вроде как циклы. А, да-да-да, точно. Четыре конденсированных шестичленных кольца имеют точно. Хорошо. И что эти кольца делают? Какие химические свойства проявляют по отношению к пище? Ну, они имеют амидные группы. Нет, я не спрашиваю, какие там функциональные замещенные группы есть, а я спрашиваю, в какие реакции вступают с тетрациклины и с чем? И с какими веществами, которые содержатся в пище? Ой, даже это затрудняюсь сказать, с какими они вещами могут реагировать. Ну, а вообще их нельзя принимать с кальцием, алюминием, потому что идет связывание с этими ионами, и тем самым в организм не поступают эти вещества, они получают тетрациклин и вместе с ними связываются. Почему не поступают они, эти вещества? Потому что идет связывание с тетрациклином. И? Нет? В процессе связывания что образуется? А, образуются соли. Соли и что? Ладно. Почему соли препятствуют сосыванию? Почему соли препятствуют? Да, обычно соли как бы не мешают. Ну, видимо, образуется стойкое соединение, которое потом тяжело разорвать. Тем самым, кальций организм не всасывается. Да кальций черт с ним, главное, что не всасывается тетрациклин. Ну, тетрациклин, да, тетрациклин не связывается и от него толку никакого получается нет. А так как в еде много кальция, то, соответственно, нужно принимать, да? Да. А чем нужно запивать тетрациклины? Тетрациклины? В таблетке. Чем нужно? Тетрациклина, да. А, обычной водой, нет? Хорошо, а можно не водой? А, ну, вообще нежелательно. Любые таблетки запивать чем-либо, кроме воды. Да, но вот в случае тетрациклина есть какая-то особенность? Ну, всякими минералками не стоит, которые содержат много различных солей. Ну, минералка мало кто запивает, а сам же, чаще запивают чем? Чаями, водичкой. Чаями, горячими тоже довольно как-то неудобно. Да, вообще, ну, холодными. Холодные, что у нас есть? Всякие попсиколы, кока-колы, газировки. Нет, это тоже минералка, по сути. И вряд ли у вас... А, молоко, молоко. Самое главное, нельзя заплевать молоком тетрациклины. Потому что как раз-таки они содержат и ионы кальция в молоке содержатся. Да, совершенно верно. А есть какие-либо еще препараты, с которыми нельзя комбинировать тетрациклины? Есть. Какие? А какие побочные эффекты вызывают тетрациклины? Какие побочные эффекты? А, ну... Ну, аллергии могут там всякие вызвать. Аллергии редми. Чаще всего на что жалуются? Особенно таблетки. Особенно таблетки. Ну, нарушение, наверное... Расстройство кишечника? Ну, пищеварение. Пищеварение, да. А какие препараты обычно используются при расстройстве пищеварения? В частности, при изжоге. А, амепрозол? Безрецептурные. Амепрозол при изжоге не показан. Амепрозол при язвенной болезни желудка. А от изжоги какие препараты безрецептурные? У вас изжога... Вот эти порошки фосфолюгель там... Что? Порошки вот эти... Порошки... Как это? Фосфолюгель там есть. На... Водой, которой надо сме... Их уже достаточно много. А какие там... Вам же безрецептурных, наверное? Да. А какие там содержатся металлы? Алюминиевые, наверное. Алюминий, да? Алюминиевые антоциды? Не куплю. Что будет, если применять с антоцидными средствами? В частности, с алюминиевыми. С гидроокиси алюминия. А... Ну, наверное, нарушается фармакологическая активность тетрациклина. Тоже образуются какие-нибудь соединения. Ну, а алюминий является ионом? Да, является. С ним также связывается тетрациклина? Да, да, да. Именно. Да, да, да. Тоже связывается. То есть, получается, противопоказан, да? Да. А пациенты ведь могут часто самостоятельно изжогу лечить? Адтоцидными средствами? Ну, вот эти гивискон, молокс, ренья часто же покупают. Они же все без рецепта. Да. Вот ренья – это, допустим, кальций вообще. Как бы. И получается, если пациент самостоятельно будет принимать тетрациклин. Соответственно, с этой ациклинами, то эффекта не будет одни. Адрациклина. Адрациклина. Кто следующий? Можно я расскажу? Продолжай. Ренья, начинай. Производные хинолоны могут быть фторированные и нефторированные. То есть, у них классификация, то есть, они бывают четырех поколений. Первое поколение они, то есть, нефторированные. Это кислота намидиксовая, акселениевая, пипемидиевая. Второе поколение – это ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, еще пиофлоксацин и ломифлоксацин. Третье поколение относится левофлоксацин и спартофлоксацин, четвертому моксифлоксацин и гемифлоксацин. То есть у фторированных и нефторированных у них механизм действия одинаков, то есть они ингибируют главный фермент микробной клетки ДНК Геразу, топоизомиразу вторую, и тем самым они разрушают его ДНК и происходит бактерицидный эффект. Первое поколение, то есть это кислота намедиксовая, акселениевая, пипимедивая, они применяют при инфекциях мочи выводящих путей, то есть цистите, пиелонефрите, уритрите, при инфекциях на почках и на мочевой пузырь. Например, кислота намедиксовая, то есть одна таблетка 500 миллиграмм, а среднесуточная доза должна быть 4 грамма, применяют 2 раза 4 раза в день и в течение 7-10 дней. У него побочные эффекты, то что могут быть аллергия, диспепсия и возбуждение центральной нервной системы. Также они активны к громотрицательным микроорганизмам, это клепсиелы, сальмоналы, шигалы, но синегронная палочка, она резистентна, она устойчива к первому поколению. Второго поколения это цифрофлоксацин, нормофлоксацин, они также применяют при инфекциях мочевыводящих путей, также при инфекциях дыхательных путей. Например, цифрофлоксацин можно применять внутрь и внутривенно, при применении внутрь, у него доза 200 миллиграмм 2 раза в день, или же если внутривенно, то 100 миллиграмм. Норофлоксацин применяют внутрь 400 миллиграмм 2 раза в день, как я помню, но у него биодоступность меньше, у него биодоступность где-то 30-40%, а у цифрофлоксацина у него 60-70%. То есть, также есть побочные эффекты, это тошнота, рвота, головные боли, диспепсия. Препараты третьего поколения это левофлоксацин и спартфлоксацин. Также применяют при дыхательных, при инфекции дыхательных путей и мочевыводящих. Они применяют... Вот, об этом я хотела спросить. У меня да, у меня есть документы, но мы все равно... Кальшат. Я думал, что что-то хотел спросить по поводу препаратов. Да, я тоже так подумала. А, вот третье поколение левофлоксацин и спартофлоксацин, они применяют только один раз в сутки 500 миллиграмм. У них таблетка. Но у них биодоступность очень высокая, около 99%. И четвертого поколения это моксифлоксацин и гемифлоксацин также применяют один раз в сутки 500 миллиграмм. А побочные эффекты какие? Тоже у всех торхенолов они одинаковые. У них аллергии могут быть, тошнота, рвота, гипфия, головные боли, головокружение. А спектр отличается у моксифлоксацина и левофлоксацина? Спектр антимикробной активности? Нет, у всех старированных торхенолов у них спектр грамм положительный могут быть и грамм отрицательный. То есть все бактерии? Ну не все. Получается все, потому что бактерии или грамм положительные, или грамм отрицательные. Третьего не дано. Ну там конечно есть всякие анаэробы еще там. И микробактерии. Они действительно из пирохеты, рикетции по-моему. Ну мне казалось, что у моксифлоксацина показания там немножко отличаются. Моксифлоксацина? Да, и спектр чуть пошире, нет? Я не помню. Не помнишь? Моксифлоксацина. То есть там по резистентности они отличаются? Да. Как? Смотрите, у меня такой вопрос. Резистентность, то есть это же, как называется, бактерии могут ли? Ну вот слова резистентность я не могу понять. Ну, резистентность бактерии к антибиотикам. То есть они бактерии могут быть резистентны к, допустим, клевофлоксацину. И тогда он не будет эффективен против этой бактерии. То есть анаэробы у нее резистентны к моксифлоксацину? А спектр чего больше, моксифлоксацина или левофлоксацина? Моксифлоксацина. Хорошо. А какие дополнительно покрывают моксифлоксацин? Еще раз. Какие заболевания дополнительно лечатся моксифлоксацином, но не лечатся, допустим, левофлоксацином? Не знаю. Знаешь? А ты подписана на канал? Да. Вот, ты, если подписан, то вот найди эту тему и просмотри повторно. Вот, и сможешь узнать ответ на этот вопрос. Угу. Ладно, тоже тебе 100 баллов ставлю с учетом подписки и с учетом того, что ты просмотришь полностью, не только там 5 минут в начале, а полностью. Хорошо. Все, занять. Так, кто следующий? Спасибо. Можно, да? Да, можешь начинать какую тему, хочешь ответить? Цифлоспорина. Цифлоспорина, хорошо, давай. Чай. А камера у тебя есть? Камера есть. А, я не вижу. Хорошо. Теперь видно. Цифлоспорина это бета-локтамные антибиотики. Они обладают... Да ты что? Они обладают широким спектром действия, и также у них есть особенность, они устойчивы к бета-локтамазам. Ко всем? Ко всем? Я не знаю. В учебнике просто было так написано. Просто к бета-локтамазам. Больше ничего. Они разные бывают, там, несколько семей. А, я не знаю. Ну, вообще, не ко всем они устойчивы. Какие, знаешь, поколения и препараты сразу перечисли? Четыре поколения. Ну, еще пятый, но она плохо изучена. Первое поколение пероральное это цифлозалин. Пероральное это цифалексин. Второе поколение это парентеральное цифуроксин. А пероральное это цифоклор. Третье поколение парентеральное цифтриаксон. Цифотоксин. А пероральное цифтибутен. Четвертое поколение, только парентеральное введение, это цифилим. Какой? Цифилим. Цифипим. А. И циффиром. Два ее. Так. Механизм действия. А. 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 Пятое поколение цифтобитол. Цифтарарин. Такого там не было. Цифтарарин пятый. Ладно, дальше. Механизм действия основан на нарушении синтеза клеточной стенки. То есть цифаларин ингибирует транспептидазму. Спектр их антибактериального действия. А. И они проявляют бактерицидный эффект. Спектр антимикробного действия у первого поколения это грамм положительной коки и грамм отрицательной палочки. Идентичен пеницерином. Все? Первое поколение, спектр идентичен пеницерином. Ага, хорошо. А пеницерином, там же у них тоже разный спектр действия? Ну, самым природным пеницерином. А, природным. И применяется при инфекциях кожи и тканей. Алина, а второе поколение? А, второе поколение. Дополнительное еще семейство энтеробактериации. И на эсери, по-моему, гемофильная палочка. Третье поколение, также гемофильная палочка и синегнойная инфекция также. Четвертое поколение уже... Синегнойная инфекция не бывает, с палочкой бывает. Синегнойная палочка. А еще? У третьего поколения? Да. Ну, плюс те, которые у первого и второго поколения. А плюс какие к первому и второму? Гемофильная палочка, синегнойная палочка. И все? А третий? Это третий. Я являюсь третий микроорганизм. А, я не знаю. Какие еще? Несерия. Ага. Несерия, они же... Вот я про второе говорила. То, что... Второе поколение. А, ну, там еще тогда... Кликсиела. Угу. И протей тоже. Протеус Миравирис. Четвертое поколение уже... Также синегной палочка. И больше активность, чем у первого поколения, к граммоположительным коком. И применяется при внутрибольничных инфекциях. Арина, четвертое поколение с третьим совпадает. По спектру. Угу. Ну, да. Только там добавляется еще один микроорганизм. На S. Синегной палочка? Нет. Она уже была у третьего. Дополнительно. На S. Сиратрия... Я не знаю. Сиратрия Марсенсис. Угу. А ты на канал подписана? Да. Подписана? Странно. Вроде как. Мы разбирали там, когда... А ты была на занятии? Я не помню. Вот если тебя не было, то просмотри, пожалуйста, обязательно запись, вот и тогда узнаешь все. Так, дальше. Убочные эффекты. Угу. Это тромбоцитопения, эритропения, и может быть суперинфекция, это псевдомембранозный колит. И так же есть нарушение почек, это при использовании препаратов первого поколения. Каких? Там только один вызывает нарушение почек. Тефазолин. Какой? Тефазолин. Громче. Тефазолин. Ладно, хорошо. А гиперчувствительность есть? Гиперчувствительность... Аллергия есть? А, аллергия, да, возможно. Она перекрестная? С другими бета-локтанными антибиотиками перекрестная? Наверное, да. Наверное или да? То есть, если, допустим, у пациента аллергия на пеницерины... А, ну да, да. То нацефалспорины у него, скорее всего, тоже будет или не будет? Я думаю, да, потому что они же бета-локтанные. Ты думаешь, или будет? Будет. Будет. Вот, так что пациенту-то так и скажешь. Не я думаю, а скажешь, что будет. Поэтому вам нельзя их принимать. Ладно, хорошо, вроде тоже неплохо, Алин. С учетом подписки тоже тебе ставлю 100 баллов. Но занятие, пожалуйста, просмотри, чтобы повторить то, что мы проходим. Это прямо обязательно, да? Желательно, если есть, то включай. Если нет, то, конечно... Но нет и сюда нет. Мне удобно камеру включать сейчас. Почему? Ну, если не хочешь, так не хочешь. Давай без камеры. Просто я не помню вообще, как ты выйдешь. Вот, забыл, но ладно, не страшно. Сульфаниламидные препараты рассматриваются как производные амида сульфаниловой кислоты. В настоящее время в клинической практике они применяются меньше, поскольку обладают большим токсичным действием и сравнительно низкой эффективностью. В сравнении с современными антибиотиками. Является антибиотиком широкого спектра действия, эффективным по отношению ко многим штаммам грамм положительных и грамм отрицательных бактерий. По различным штаммам стафилококков, стрептококков, гонококков, хотя и выработали уже к ним резистентность. Активность они все еще сохраняют по отношению к хламидиям, таксоплазмам, анокардиям и малярийным плазмодиям. Соответственно и применяются они для лечения хламидиоза, таксоплазмоза, малярии и некоторых других заболеваний. Вообще оказывают бактериостатическое действие на микроорганизмы. Механизм их действия связан с прекращением... Они имеют в структуре сходства с пароаминобензойной кислотой и конкурируют с ней в процессе синтеза фолиевой кислоты, благодаря чему подавляется рост и размножение микроорганизмов. Также они конкурентно ингибируют фермент дигидроптероапсинкотаза. Также препятствуют включению пароаминобензойной кислоты в дигидрофолиевую. Благодаря нарушению синтеза дигидрофолиевой кислоты прекращается синтез тетрагидрофолиевой, из-за чего перестают синтезироваться пирамидина и пурины. И по цепочке прекращается синтез ДНК и РНК микроорганизмов, из-за чего они не растут и не размножаются. В макроорганизмах это правило не действует, поскольку они не синтезируют дигидрофолиевую кислоту, а утилизируют ее. А что это значит? Утилизируют, то есть выводят из клеток. Какие? Клетки макроорганизма выводят дигидрофолиевую кислоту, они синтезируют ее. Получается, они ее не выводят, а принимают. То есть она поступает из гни. С пищей. И поэтому фолиевая кислота является чем? Чем она является? Витаминовый кислот. Да, совершенно верно. Является витамином. То есть должна поступать в небольших количествах с пищей. Иначе будет А-витаминоз. Хорошо, дальше. В среду, где много параминобидзионной кислоты, это гной или какой-либо тканевый распад, сульфаниламиды неэффективны. По этой же причине они слабо действуют в присутствии прокаина и бензокаина, поскольку они гидролизуются с образованием параминобидзионной кислоты. Далее рассмотрим группы препаратов сульфаниламидных. Первая группа – это сульфаниламиды для резервативного действия. Эти препараты хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта. Разделяются на несколько подгрупп. Первая подгруппа – сульфаниламиды короткого действия. У них период полураспада составляет меньше 10 часов. К ним относятся норсульфазол, уросульфан, стриптоцит. Вторая подгруппа – это препараты средней продолжительности действия. У них период полураспада от 10 до 24 часов. К ним относятся сульфамитоксазол и сульфазин. Препараты сульфаниламиды длительного действия с периодом полураспада от 24 до 48 часов – это сульфадиментоксин и сульфамономитоксазол. И препараты сверхдлительного действия с периодом полураспада более 48 часов – это сульфален.